Что Драгонайт на другую линию кроме миды никак не пойдет. А вы уверены, что Фантомка это... Она может быть Керри. Нет. Она может быть Керри. Но Этфенем на самом деле большие проблемы по лайнингу. Но в миде ДК против Фантомки отлично постоит. Там и ДК отлично постоит. И Фантомка. И еще сейчас... И Микс не сможет прийти сейчас в Хардвейн. И Слардарчик. Микс против Дровки с Дазлом стоять не может. Если под Пойзоном это все еще, это бру. Ну да, ему нужно сразу брать себе Талон. И Баунти Хантер отправляется просто на топ. Так и Баунти Хантер. Здесь нужно ставить в мид кого-то не Фантомку, на мой взгляд. Потому что с Баунти Хантером Фантомкой вы не сможете убивать ДК. Вот, нормально убивать. Дэмэджа нету просто. По армору этому. Нужно брать сильного мидера, Антонку ставить в Сейфвейн. Штормспирит мне тоже не нравится, если честно. Возможно, Тимбер не так плох. Тимбер действительно может стереть здесь ДК, если еще будет должная помощь. Да, причем хорошего роумера нету от Джерекса, который может куповать. С Лордар только будет бегать. Это ЛД. И это хорошо? А про него-то мы и забыли. Про него, что забыли, мне не очень нравится, если честно, ЛД здесь. И пик какой-то получается слишком жадный. Опять-таки, при том, что вроде как грекам нужно давить. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему Лайдл Хэвэн Каспер. И мы продолжаем смотреть гранд-финал бостонского мейджора. OG сражаются с Атфином. Пожелаем Атфином в этой игре, своей игре. Пожелаем Атфином, чтобы они наконец-то собрались. Потому что в прошлой игре они были явно не у своей тарелки. И, возможно, они просто не отошли от предыдущего Best of 3, где они победили DC. И будем надеяться, что этот матч будет намного ярче. Да, хотелось бы увидеть более именно отчаянное сопротивление, чтобы действительно была интересная дотка. Борьба, борьба. Очень хочется увидеть, чтобы команда видела сразу, когда ей тяжело. Она видела, что сразу уже на ее шее затягивается веревка. И в этот момент уже нужно бить тревогу и драться, как Лев Львиной. Все правильно, все правильно. Многие команды, которые действительно хорошо играют, они чувствуют этот момент. Они могут пойти в All-In, проиграть, написать GG и больше не продолжать играть. Это нормально. Это нормально вполне. Так, ну у нас тут пока небольшое представление. Мы видим Мадара на керри ПА. Так, забирает себе Outworld Devourer на центральную линию. Maybe Next Time на своем супер-фирменном Bounty Hunter. Skylark на Никс Ассасине. Ну и еще нам там показывали... Нет, мы всех уже посмотрели. Еще одного товарища на рубрика. В свою очередь Fly играет за... Да, еще в свою очередь Fly играет на Dazzle. Anna Dragon Knight. Jerrox, лесной бэтрайдер. Вот мы уже видели лесного бэтрайдера на этом турнире. S4, хардовый Слардер. Ну и Notale, любимчик публики на Draw Ranger. Как вы относитесь к лесному бэтрайдеру, Дмитрий? Я бы сказал, что хорошая затея, если никто не может тебе помешать стакать и забирать крипов. Очень хорошая затея. Но о Атфинном, как мы видим, есть такой герой, который может, в общем-то, напрячь Джеракса и будет интересно посмотреть, кто кого в лесу одолеет. Да, обрати внимание, где уже находится Bounty Hunter. Я так понимаю, он там уже собирается либо блокировать собственной тушкой, либо, возможно, в Вардам вот этот лагерь крипов. Да, он нашел Джеракса. Джеракс сейчас, возможно, захочет пойти в харду, чтобы сначала получить второй-третий уровень, и только после этого пойти в лес и через Firefly забирать крипов. Так, вот смотрю сейчас. Bounty Hunter может, кстати, развести сейчас бэтрайдера на вард, на Sentry Ward. Если сейчас и там на минуте, например, заблокируют этот лагерь, то придет, обнаружит и скажет, блин, что за дела, нужно поставить. Хотя, с другой стороны, бэтрайдер, если там будет долго тусоваться, то Bounty Hunter просто слишком много времени потратит. Баунти Hunter сейчас делает, в общем-то, точнее, правильную вещь делает в первую очередь Джеракс, потому что нет смысла играть с Bounty Hunter в кошки-мышки. Как бы ты можешь зайти в свой лес, у вас там будет битва с Sentry Ward, но особо тебе это денег не принесет. И лучше ударить по слабости от финнам. Ударить потому, что Bounty Hunter не самый лучший герой для трипл-лейна, где, как бы, у него не самые лучшие статы. И он немножечко приседает вследствие, чего мы просто идем и стоим два на два. Ну, и в итоге Bounty Hunter действительно оказывается на верхней линии, где он сейчас, ну, вроде как будет пытаться помогать Джуку, скорее всего. Но насколько хорошо получится это сделать? Если там разве что Dazzle не ошибется, например, не окажется вне позиции. Ну, OG готовы. OG стоит в Sentry. В Sentry, который замечательно все это движение палит. Bounty Hunter без щитка, он вообще не сможет никаким образом танковать. Его очень быстро сотрут. И сейчас OG полностью готовы к любым перемещениям. Maybe next time. Главное, курьерами не фидить. Это самое главное, да, согласен. Как это было с OGD, где, по-моему, три раза были курьера. Да, это было очень много. И смотри, Jarax находит Рубика. Есть Напалм, три заряда было. И также Firefly. Но, конечно, нырять слишком далеко было опасно. И мы видим курьера, который совершенно спокойно отправляется бежать по центру. Да, видят Bounty Hunter сверху. Как бы там уже, естественно, его на центре заметили. И Dragon Knight прекрасно чувствует себя в миде. Никто его не напрягает. Вообще, самое, наверное, адекватное место, куда может пойти Bounty Hunter, это центр. Потому что сверху 2 на 2 вы ничего не сделаете. В легкой линии тоже будет очень сложно себя проявить. А вот в миде 2 в 1 можно Dragon Knight и похаразить. И вообще можно попытаться забрать Dazzle теоретически, если он будет слишком далеко. Потому что Draw Ranger, ну, такой себе спасатель. И вот сейчас начинает нападать Жук. Мы видим, что переключаются именно на Draw Ranger, которая намного плотнее, нежели Dazzle. И ей-то ничего сделать как раз и не смогут. А вот Skylark будет умирать сейчас. Да, еще и лечение очередное. Ну, maybe next time, с большой вероятностью умрет. Да, быстренько на него переключились. В итоге, как я и говорил, Bounty Hunter на этой линии ничего не может сделать, пока адфинным не убьют в центре. Как бы два инвизора, герои без щитка, которые очень сильно проседают, пока стоят на линии. Которые потом в замесе под крипами OG не могут убить героев. И лучше всего Bounty Hunter наверх не ходить. Так, S4. Один. Добил крипочка, конечно, но опасно. Да, есть стики и уйдет. Как бы его так легко не получится забрать. И в это время мы наблюдаем за тем, как хорошо стоит у Дэвмиди и побеждает Анну. А там тоже никто ему не мешает. В том-то и вся сложность. Там Бэтрайдер, я вижу, умирает Абрашана. Хорошо. S4. Пошел разнос. У него по-прежнему 10 зарядов стика. Да, он его нажил. Хочет убить. Он хочет убить Спартона. Хочет убить Спартона. Один. Ничего себе. Но сейчас, скорее всего, поблочит его Мадара и проблемы теперь начинаются у S4. Встанет он Фантомочку и можно его преследовать. Начинают замедлять и, в общем-то, разменялись от Fino в плюс. Да, при этом у Фантомки я тоже вижу стики, которые заряжаются от Бэтрайдера, наверное, в первую очередь. Сверху получилось обойти Nutella так, чтобы его не заметили на центре. Правда, все равно у нас Nutella бегает. Подходит сюда Dazzle, захиливает Nutella. У Nutella еще имеются тангуйские, чтобы отхилиться. И, ну, maybe next time старается как бы изо всех сил. Он старается хотя бы вообще не выпасть из этой игры, чтобы он не был абсолютно бесполезным. Пытается находиться там, где от него есть хоть какой-то толк. То есть выбирает меньший из всех возможных зол. Но вот сейчас я надеюсь, что он перетянется в центр, поскольку, как я уже и говорил ранее, с OD Dragon Knight можно забирать, где ты его прячешь, потом выходишь, даешь ему тычку, замедляешь. И если даже не убьешь, то хотя бы отправишь домой. А тут у нас S4 уже очень сильно страдает. Есть по-прежнему стики. Перемещение Bounty Hunter в центр, которое вот сейчас мы видим, видели также и OG, потому что он пробежался пешком по Observer в лесу. И Бэтрайдер уже тут как тут. Поэтому просто так напасть не получится. Да, правда он, конечно, наверное, не самый лучший суппорт для того, чтобы стоять против OD. Просто так вот взял, получил experience. И третьим уровнем он довольно-таки легко будет фармить лес, и уже Bounty Hunter будет сложно его напрягать. Вот Бэтрайдер сделал то, о чем мы с тобой говорили в начале. Он получил левел снизу. Да. Теперь вопрос к Bounty Hunter. Ага. Пока что он нападает именно на... Да-да. И с... Можно сыграть ручками. Да, сейчас стан очень неплохой. Цель действительно была выбрана правильная. Ну, хорошо сыграл Maybe next time. Развел на два ТП OG. В итоге сюда пришел только один Dazzle. И раз уж Dazzle оказывается здесь, то Bounty Hunter можно пойти наверх и убивать Draw Ranger. Да, причем чем быстрее он это сделает, тем будет лучше. Но там не только Bounty Hunter, там еще есть другие люди. Вот они Карапасы, и вот оно нападение от Phantom Assassin. Да, фраг отдают именно Мадаре. Очень хорошая вылазка от Finnem. Как бы Слардер у нас, ну, делал ТП на мид, и какое-то... ну, какое-то внимание по игре он потерял. В это время Рубик и Фантомочка пошли в харду, и сделали очень нужный фраг. И вновь смена линий. Вот ситуация так же, как на прошлой карте вы наблюдали. Бегают за Draw Ranger. В прошлой игре у нас бегала Луна, и напрягала ее своими нюками. В этой игре Фантомочка, которая быстро сокращает дистанцию. Что первое, что во второй игре обе команды умеют играть против Draw Ranger. Да, причем, Phantom Assassin с недавних пор еще и по иммунитету к магии работает. Я имею в виду ее прыжок. Так что сейчас Draw Ranger одним только Black King Barом спастись не может. Там Пика со всеми вытекающими вещами. И maybe next time! То-самый Bounty Hunter, но не успевает, да. Приберегли, возможно, ускорение. Возможно, просто забыли нажать в какой-то другой момент времени. Но я думаю, скорее приберегли. Не успевает сделать второй удар, да. И теперь внизу вылазка. Правда, хотел сказать, на ОД, но здесь сам Devaurer решил напасть. Есть еще телепорты. No Tail успевает кинуть гаст, но он не совсем точный. Тут уже Мадара на месте. Поднимает селедочку. Селедочка сейчас зайдет. Будет оглушать Мадару. Срабатывает крит. Мы видим, No Tail пытается убежать. Так хочет. Огнает Draw Ranger, и он ее прячет. Все. Дровка, труп. Много напалма. Повесил Джерекс на ОД. ОД попадается под стан с ордера. Также забирают. Так, атак остается один. В это время S4 отлично танкует. И нужно опять же убегать. В это время тут 4 стака от Бэтрайдера. 5 стаков. И продолжает опрыгать Мадара. Не хватает Джерексу Маны для того, чтобы полететь. И все это спалить. Но стаки висят. И Мадара погибает. Минус 3 делает ОД. Да, причем это не последний минус, который они тут смогут совершить. Мы видим, как умирает Рубик. Также серьезные проблемы еще и Баунти Хантера. И это Тим Вайв. Минус 3 от Джеракса. Джеракс, да. По-моему, это была ошибка. Ошибка то, что не били Джеракса. Посмотрите, сколько демоджа он нанес. Посмотрите, как много стаков он накинул. 8. И под этими стаками драться нереально. Да, я хочу посмотреть уже повтор этого замеса. Мне очень интересен один момент. Еще и руна регенерации. Как же везет, ОД. Ну, вот в таких драках Бетрайдера нужно врубать сразу. Если бы у него, не дай бог, была мана для того, чтобы дать огонь, там бы все умерли сразу. Смотрим внимательно. Да. Жук. Вот что я хотел посмотреть. Скайларк промахнулся импейлом. Если бы он попал, Слардер не выжил бы. И эта драка могла бы иметь совершенно иной вид. Ну, Дроу Рейнджер, конечно, тяжеловато здесь. Да, и он уже развернулся. Решил встретить смерть лицом к лицу. Как самурай. Все правильно. Так, ну, тем временем, Адфинам нужно давить на слабость Бетрайдера. Пока у него нет блинкдагера. Ну, и опять же, это слабость Слардера. Адфинам нужно идти, захватывать вражеский лес, ставить большое количество вардов. И мешать Джераксу делать стаки. Вот Maybe Next Time уже этим занимается. И бодиблок работает. Так, хорошо. Бодиблок действий. Да, действительно. И Джеракс такой говорит, слушай, но... Нет, он просто говорит, иди сюда, мой сладкий. Ну, тут уже, конечно, бежать надо. А куда ты убежишь? Вот отсюда, куда ты будешь бежать? Да, не, я имею в виду то, что убегать по-хорошему нужно, когда ты заблочил. В этот момент уже нужно бежать и не стараться что-то еще делать. Как бы от Бетрайдера с Дастом ты не уйдешь. Да, это верно. И Рубик. Следующий. Дела идут неплохо. Если сейчас, конечно, они не проиграют драку. Мы видим, и С4 заходит сзади. Просветка от Флая пошла. Она ходит Maybe Next Time. Его должны убивать очень быстро. Но примут ли сражения остальные члены команды от Finnem? Кажется, да. Никс Ассасин попал. Ошибается и Баунти Хантер, ошибается и Никс Ассасин. Это при том, что они оба попали на одну и ту же Сентрю. Не совсем понятно, зачем туда пошел Никс, когда Баунти Хантер уже все нашел в Сентре. Он все проверил уже. Да, в Сентре проверил. Непонятно, но в любом случае OG играют здорово и продолжают бегать ловить инвизоров. Пока что получается хорошо. И мы видим то, что Фантомка уже на четвертом месте по Нетворцу. Только что была на втором. Сейчас Драгонайт очень сильно вырывается вперед. И это главная уязвимость данного персонажа. Это плохой старт, если у него на старте все кисло. В дальнейшем выбираться ему крайне тяжело. Если только ему не сделают большое количество стаков древних. А сейчас у него еще и разгон получился весьма неплохой. Так что в дальнейшем проблем быть не должно. Теперь грекам нужно успокоиться. Желательно покупать побольше в Сентре для того, чтобы можно было убивать в Сентре OG. И позволить Мэйбе Next Time взять шестой уровень. Потому что Баунти Хантер шестом уровнем почти в два раза полезней. Причем при наличии Фантомки это вообще песня. Потому что ты видишь героев, ты кидаешь ножики, ты на них прыгаешь, ты их убиваешь, зарабатываешь лишнее золото. Например, повесил этот трек на Славдера, закинул дротик. И он не может прыгнуть. То же самое касается и Бэтрайдера. И в общем-то было бы здорово, если бы сейчас от Финнам... Если бы было здорово, если бы от Финнам сейчас дали Maybe Next Time шестой уровень. Но как-то он сам не особо хочет его получать и продолжает бегать, показывать где они все находятся. Смотри, он видит курицу. Он, кажется, увидел. Спалил. Спалил. Смог. И от Финнам нужно идти наверх. Нужно идти наверх, но с другой стороны не хочется отдавать Рошана. Как бы нужно, возможно, будет принимать драку. И вот вопрос, смогут ли они пойти и наказать OG за такую наглую вылазку. Они могут попытаться забрать две вышки, пока OG будут сидеть на Рошане. И скорее всего так и сделают. Да, Тир-1 вышка в центре уже падает. Также мы видим... А, ну наверху вышки нет. Да, да, да. Так что я не заметил. Ну, отдали Рошана немножко странно. Возможно, решили, что без Bounty Hunter от уровень 6 и без Sanity Eclipse на Outworld Devourer драться не стоит. Ну, возможно. Уже барабаны есть у Батрайдера. Пошли спидпуш. Спидпуши от Финнам очень слабые. У них по вышкам бьет только одна Phantom Assassin. И так получилось то, что на вышку криты не работают. И атак спид, и как бы на вышку прыгнуть тоже не можешь. Да. Да, и Дезолятора, я так понимаю, еще нет. В то время как OG имеется и Dragon Knight со своей формой. Также Ranger будет наваливать. Ну и в целом тут как бы стрелковые герои по Давру и будет хорошо вышку пробивать. Да, Дезолятор, кстати, уже практически готов у Phantom Assassin. Будет немножко неприятно Dazzle в первую очередь. Это самый тонкий герой. И риск того, что он умрет с одного крита очень велик. Да, возможно, ему стоит задуматься о какой-то медальке, чтобы армор у него появился. И можно было бы кидать это на своих союзников. Но пока OG об этом даже не думает. OG, как мы и говорили, они идут забирать Тир-2. Даже несмотря на то, что они начали бить Тир-2 позже. И обгоняют. Обгоняют Адфином. Адфином тоже неплохо ставятся. Ну, они забирают Тауэр, но они подошли к этому Тауэру намного раньше. Я бы на месте OG шел дальше, поскольку... А что? Адфином просто дальше не пойдут. Вот в чем дело. Да, конечно, у OG имеется эгита на Draw Ranger. Так что у них есть своеобразное преимущество. И сейчас этот Draw Ranger начнет расстреливать вышки. Maybe next time. Вот ты представляешь себя на его месте. Он видит этого Курьера и все. И он не может себя сдержать. Он просто хочет ринуться вперед и разорвать его в клочья. Учитывая то, что он вытворял вчера. Но, тем не менее, он хладнокровен. Не выходит из невидимости лишний раз. Он его не убьет. Как бы он не хотел. Да. И OG, я так понимаю, вообще ускорение на Курьере не используют, да? Да. Но они все время держат его. Я думаю, как бы Fly, в общем-то, опытный игрок. Да и Jerex это, на мой взгляд, один из самых сильных суппортов, в мире сейчас. Они знают, как играть против Bounty Hunter. И так уже Курьера ты у него не заберешь, как это было против директора. Да. Потому что там... Три раза подряд. Три раза подряд. Вот просто нажимается оно стабильно. А когда Bounty Hunter вылезает, ты нажимаешь кнопку, а там... И все. И денюжка падает в карман. И денюжка падает. И что у нас есть? У нас есть падение тир-два вышки в центре у Адфином. Да. Ну, он как-то пробует Фантомочка продавить низ, но у него это не особо получается. Темп у него в разы медленней, нежели у тех же OG. И OG не рискует. OG понимает, что им нужно качаться. OG знает то, что под тир-два размениваться очень рискованно. Учитывая то, что Bounty Hunter обычно наказывает тебя треками. И все дружно перетягиваются наверх. И вот если в прошлой игре мы говорили, что Адфином с таким набором героев не стоит затягивать. У вас большие проблемы. Ребятки, что же вы делаете? Нужно идти all-in. И все. Вам крышка. Выходите из игры. То сейчас у них есть Devourer, который неплохо дерется в лейте. У них есть Phantom Assassin. Более того, и Nyx, и Рубик. Ну, Bounty Hunter чуть-чуть, конечно, вываливается. Но у него есть свои. Да. Но два карри намного лучше, нежели один. Естественно. Но при этом хочется отметить то, что OG сейчас показывает именно ту игру, которую нужно было показывать Адфином. Потому что у них сейчас почти аналогичная ситуация. У них как бы есть Draw Ranger. У них есть герои для того, чтобы можно было бить Devourer. Также присутствует Aegis. И нашли Nyx Assassin, минус армор. И Nyx туда Skylark отсюда не денется. Ошибочка. Причем грубейшая, насколько я понимаю. Он пока выиграет много, конечно, времени. Но тут вот бомбочка имеется. Станчику мы, естественно, тоже дали. Начинает его убивать, и Nyx падает. Да. Да. Это очень грустно. Я просто вижу, что Skylark уже не впервые ошибается в этой игре. И очень боишься в таких ситуациях за то, что просто игрок… Перегорит. Перегорит. Такое бывает, кстати. Он просто перестанет играть так, как он играл ранее. Он перестанет попадать. Начнет нервничать. Станет попадать еще меньше. Такое… Так. Нашли, нашли, нашли баунти-хантера. Да, зацепили его. Он тоже сюда. Он тоже приезжает в таверну. Так вот. По поводу перегорит, Димон. Так вот, Envy. Помнишь, что с ним иногда происходило на турнирах? То есть, с одной стороны, он выигрывал Shanghai Major. И, в общем-то, против тех же E-Home он играл здорово. Но иногда он начинает играть так, как вот он играл на International 2016, где он был ЗТБ. Где он просто выкупается и бежит вперед. Без задней мысли. Когда уже ты такой бежишь вперед, вся твоя команда убегает. А он дальше, и ему все равно. Как будто он своих союзников и не видел. Ну и тут вот похоже то, что у них с Ассина такая же ситуация. Потому что как-то выпадает немножечко у нас он из игры. При этом еще Адфином. Ну, единственное, что могут делать, это, естественно, качаться. Более-менее это делает ОД, который активно спитпушит. И пропадает Aegis. Да. Немножко может подраться. Шанс для греков. Шанс. Вот этот, например, шанс. Смотри. Ловя Драгонайта, но отлично работает No-Tail своей пикой. Да, пика имеется. У OG стоят варды. OG могут на этих вардах, если что, подождать Адфином. Как бы все, что нужно делать, это дальше идти фармить. И вот они, варды, начинают работать. Все прекрасно видно. Так, тут Spartan, кажется, расскажет, что не нужно ломать наши варды. Уйди, пожалуйста, отсюда. Да, варды реализованы. Ну, на месте Spartan, возможно, не стоит идти убивать варды, пока ты не увидел, где же находится OG. Потому что довольно-таки классический мувкраты. Сначала подошел, а потом сделал вид, что ты ушел обратно в свой лес. И тиры два вышечка падает. Да, причем, чтобы забрать Рубика, там большого количества героев и не нужно. Там может просто прыгнуть один Слардер. Все. На этом все. Получится ли за Денайт? Нет, не получилось. И Баунти Хантер из-за невидимости решил не выходить. Далее. Фантом Ассасин. Дезолятор есть. Есть Огр Клаб. Это будет Блэкинг Бар. Да. Мочти сто процентов. Надо как-то бороться против Стана Дагонайта. Нужно как-то эвейдить Слардера, который будет все время прыгать тебе на лицо. И с Блэкинг Баром, кто его знает, может быть у Атфином и получится совершить переворот. Но его фармить слишком долго. Да. И главное сейчас не попасть под раздачу. Тагу. Так. Вновит бочку от Бэтрайдера. Джеракс выцпел Аутворл Деваурера. Импейл в этот раз неплохой. Смог обезопасить Скайларк своего мидера. И теперь бежать. Теперь, наверное, просто нужно бежать. Джеракс прыгает дальше тут же. Драгонайт поднимает ему Рубик. Два крита подряд вылетают от Мадары. Но его начинает расстреливать Роу Рейнджер. И Драгонайт без особых проблем сдувает. Фантом Ассасин. Рубик улетел. Сразу вырубили ОД. ОД толком ничего не успел сделать. Почти весь замес он убегал. Да, вот по демаджу видно, что он ничего не сделал. Хорошая игра от Фантомочки. Но, увы, прыгать в первую очередь нужно в Драгонайт. Потому что иначе она тебя сразу убивает. И у меня есть ощущение, что это уже 2-0. Потому что я, честно говоря, не вижу, как от Финнам будут из такой ситуации выкарабкиваться. Если только OG сейчас не слишком сильно поверят в тебя. И не полезут, например, под Т4. Но пока что они провели под Т4 примерно полсекунды. Ноутейл успевает. Улететь! И Скайларк потратил Импейл на Драгонайт. И не смог сбить телепорт Драгонайт. Все делают правильно OG. И вот чуть-чуть не идет у Атфинам. Ну, я бы не сказал. Я бы уже не сказал, что это чуть-чуть. Это уже, честно говоря, катастрофа. Да, то есть уже тут, откровенно говоря, слишком хороши OG по сравнению с Атфином. Слишком круто они играют. И вот там последнее, что купили OG, это Мидасик на Сладдере. То есть даже несмотря на то, что у них преимущество. И даже несмотря на то, что они сейчас очень сильно доминируют. С4 на всякий случай страхуется, дабы в лейте артефакты прибавлялись. Конечно, конечно. Да. Это, если что, финал бостонского мейджора. Тут, я думаю, ребята не пойдут. Стримглав, знаешь, шашки на голо. Эй-эй. Брейк упрушил Амай. Нет, нет, нет. Я уже много раз видел, как команды на этом горели. И на этом турнире мы подобные вещи также наблюдали. Кажется... Да те же OG чуть не упали от VG Unity в первом раунде. Когда они играли. Они проиграли первый игру. Да. И потом еще с трудом выкарабкивались во второй, в третий. У меня сразу, как только я вспоминаю про шашки на голо, почему-то всплывает в памяти игра MVP Phoenix против NP, которую я комментировал, когда казалось, что на пятнадцатой минуте... Проверить на прочность фонтан противника и просто нырнули туда, ближе к нему. А мне вспоминается OG на International 2016 года, где играли OG, и они сначала упали от MVP Phoenix, ну с кем не бывает. А потом там еще Demon со своими друзьями неожиданно просто начали бомбить все команды, которые встречались у них на пути. Да, было и такое. Это я тоже припоминаю. Silver Edge против Phantom. Замечательный выбор. Потрясающий артефакт. Ну, греки сейчас правильно делают, они рискуют. Понятно, что если OG заберут Рошана, то от Финном вряд ли смогут убивать какого-то героя дважды. Они за него все погибнут. Так нужно было делать и в прошлой игре. Сейчас... Уже лучшее. Хотя бы понимают, что где ошиблись хотя бы, например. Да, уже как бы не 3%, уже 5%, может быть, 7% на победу. Это уже, если что, в два с половиной раза больше, чем было до этого, да. Все верно. Но OG страхуется, OG покупает гемы, теперь будет нереально подойти Bounty Hunter или Nix Assassin. Да, они настолько осторожно играют, что я даже удивлен, как же они хороши. И грекам нельзя уходить, грекам нужно ждать. Анну. Анна без БКБ. Анна заходит. Анна. Она видит всю эту движуху. Ой, ой, ой. И Сентри не увидели. Нет, ай, ай, ай. Это был джекпот. Вот если бы этого Драгонайта поймали, то, конечно, денег с него бы сняли очень прилично. Самое главное, что от Фина могли забрать Рошана. Там как бы и ОД нормально бьет, и минус армор от Фантомочки тоже работает, да и 5 на 4 драться всегда хорошо. Был шанс, но Сентри не оказалось. Да мне кажется, ОД же могли и успеть туда прибежать в случае чего. И вот-вот. Как только ОД же понимают, где примерно находится противник, сразу же переходят в наступление. Да, Рошан уже появился. И проверяем сначала территорию. Заходим, ставим варды. Все правильно. Не позволяем ни к Сассасину подходить. И Джерекс, в общем-то, все это сделал. Как бы он сам летает по лесу и смотрит, где находится Адфином. Ну, на речке, естественно, все видно. И греки в очередной раз отдают Рошана без боя. Да, сражаться в таких условиях будет невероятно трудно. Там либо две Дроу Рейнджер, либо два Драгон Найта. Это, конечно, серьезная проблема. Я считаю, что уходить как бы не было смысла, поскольку вот сейчас они забрали Рошана, начнут бить тебе базу. И если вот призадумываться, то как-то даже грекам нечем откидываться издалека. Все, что у них есть, это дротик Фантом Ассасинки и нюк Рубика. Но этого мало. Как только ты сказал дротик Фантом Ассасин, я прям увидел, как Флай немножко, знаешь, скукожился. Всего лишь, всего лишь, всего лишь ножик, конечно. И там, на две трети здоровья. Всего лишь, конечно же, ножик. Но, да, остальным героям, конечно, Фантом Гонни слишком сильно им навредит. Даже Дроу Рейнджер, у него там тридцатка брони будет. Драгон Найт с таким же показателем. Почти не уязвим. Да. И смотри, что происходит. Находят Мадару, начинают его лассассировать, подтягивают Слардару. Слардар продолжает огнушение. Отошли. Отошли. Проверяют. Убили. Я уже поверил в то, что Мадара сможет это сделать. Ну, селёдочкой было страшно. Представь. Он бегает на спринте. У него ещё входит бонус дэмэдж. И если не дай б... С ножика крита, потом ещё она разок тебя ударит, то можно и отъехать. Может быть, ещё более. Итого. 25-ая минута подходит к концу. 4.17. OG впереди. Находят ещё и Maybe Next Time. Ну, гем работает, естественно, никуда. Он отсюда не уйдёт. OG продолжает доминировать. Игрекам нужно реально идти в вуллин. Как бы. Они, конечно, могут терпеть, но объективно OG слишком хорошо пользуются тем преимуществом, которое они захватили. Они слишком хорошо фармят. Они ставят правильные ворды. С гемом они, естественно, наказывают двух инвизоров. И Баунти Хантера, и Никс Ассасина. И чем дальше, как мы с тобой уже подмечали ранее, тем сложнее Атфинам будет выигрывать. Да, ладно бы, если фарм распределялся более-менее равномерно. Тогда ещё можно было бы сказать, ой, да Фантомка что-то получит. Если бы какой-то морфлинг, возможно, был, чтобы хоть что-то набирал, алхимик там, алхимик с монеткой. А тут сложно. Просто-напросто сложно. Мы видим нападение и грубейшая ошибка. Ну, уже нервничают. Уже видно. Вот такие движения, они действительно показывают, что команда уже нервничает. Если остальные можно было там списать на чуть-чуть не рассчитал, где-то промахнулся, то сейчас это большая проблема. Там нож и четыре удара от ОД. Неплохо. Настакал. Настакал интеллект. Неплохо размял. Да. Это, кстати, очень круто, потому что ты можешь на дистанции такими вещами пользоваться достаточно часто. Вот они сейчас опять подходят. ОУДЖИ. Надо реагировать С4 и сразу прыгать в ОД или Бэтрайдеру. Прямо сразу. Вот сейчас он прыгает и успевает. И пойдёт селёдка, наверное, дальше. Но, кажется, либо сбили блинг чем-то. Слушай, а продолжает ведь бить сейчас Драгон Найта. Драгон Найта посадили ещё и на Эмпэл. Очень быстро пытаются его стески. Не получается. А тут же сразу С4 залетает со Свизерин крашем. А она продолжает играть армлетом. Его ещё и флай. Там сзади поотвличивает. И Мэйбинэкс там неплохой сюрикентос. Но переживает это всё Драгон Найт. Сколько раз он там должен был умереть. Я со счёта сбился. Отбились от Фина. Молодцы. Довольно-таки хорошо сыграли. Наказали немножечко ОДЖИ. И поплатилась до Рейнджера. Очень быстро из неё выбили Аегис. И какие-то призрачные шансы у от Фина появляются. Что теперь ОДЖИ делать? Ну по идее просто бегать дальше. Фармить под ГЕМом. Поскольку ГЕМ помогает вам убивать все ворды у от Фина. Да. Вы хотя бы можете территориально сейчас чуть больше занять пространство и зарабатывать золото в чуть большем объёме. Это уже хоть какая-то надежда. Я не знаю. И немножечко пофармить. Как только уже смогут купить БЛЭК КИНГ БАР на ДРАГО НАЙТЕ. И возможно БЛЭК КИНГ БАР на ДРАГО НАЙТЕ. То ОД по идее не будет наносить вообще никакого урона. Он просто как бы будет вас бить с руки. Но тычки у него довольно-таки слабые без арбы. И вот пока этих БЛЭК КИНГ БАРОВ нет, от Фина могут в один момент выйти в смог. Для того, чтобы можно было сделать 3 киллы. Да, которых им очень сильно не хватает. Всего 4 убийства сделали от Фина за эти 27 с половиной минут. Да, и БАУНТИ ХАНТЕР такие игры явно не любит. Он обожает, когда постоянно драка, постоянно размены, постоянно денежка капает. Знаешь, драка-то тут есть. Просто побеждают немного не те. И БАУНТИ ХАНТЕР тоже недоволен. Он любит выигрышные драки. Да хотя бы ничейные, если мы говорим про количество смертей. Да, хотя бы ничейные. Это его устраивает. А так соотношение убийств... Ну, можно еще немножечко в плюс для врага, но теки свое отработают. Конечно, конечно. Так, ну в этот раз отдали гем Бэтрайдера. Бэтрайдер занимается тем, что бегает и ищет Никс Ассасина. Никс Ассасин, в свою очередь, берет такие позиции, что, скорее всего, его там никто вообще не найдет. Ни свои, ни чужие. Вот левый верхний угол, та самая коронная точка. Которая, кстати, стала инновацией этого турнира. Была у нас игра, по-моему, Виртуса против Ньюби. Вот в этой точке сидели что Виртуса, что Ньюби на протяжении всей игры спидпушили. Ну, смотри, смотри, как идут дальше OG. Видимо... А, у Бэтрайдера я вижу... Гуськом, да, гуськом идем. Бэтрайдер проверяет пространство на наличие Баунти Хантера или Никса Ассасина. Как бы вдруг Адфином здесь делают засаду. И вардики убиваем. Да, пока, получается, все очень слаженно. Я вижу, OG идут таким ровным строем. Дрорейнджер пушит. Джеракс все проверяет вокруг. С4, если что, находится на стрёме. Он буквально сзади за Дрорейнджер держится и готов ворваться. Заставили Адфином стянуться. Заставили Адфином вернуться на базу, чтобы нужно было защищать. И в этот момент продолжаем пушить все три линии, чтобы Адфином не могли выйти с базы. И даже Дваурер вернулся. Вот он на нижней линии находился. Пытался немножечко ее протолкнуть. И, видимо, осознал, что могут и за ним выехать. Да, но он протолкнул. Вот если посмотреть на тага, то что в этой игре он потеет и делает очень много полезного. Что в прошлой игре он, можно сказать, выиграл начало для своих союзников. Но, как мы видим, если игра затягивается, то одного его явно не хватает. Нашел вард. Командная игра все-таки, как ни крути. И OG вновь начинают осаду. Готовятся к Рошану. Вот как только появится Рошан, возможно, Адфином стоит сделать вылазку. Причем, скорее всего, лучше сделать вылазку пораньше, когда OG будут не готовы. Неожиданная атака. Мы на этом турнире видели как раз вот один матч, где неожиданная атака действительно сработала. Это был матч Virtus.pro против EG, где, казалось бы, Virtus.pro уже доминирует. И все. Они победили, плюс у них Aegis. Но EG им удались напасть в тот момент, когда Aegis выпадал из снайпера. И Virtus.a не успели среагировать. А это тогда, когда он заезжал на форстафе в толпу или нет? Когда нашли Лила, дали Астрала, а туда снайпер. Да-да-да. Помню. Спасать парня. Ну вот сейчас выходит. И... У нас Артфином вниз. Опять они толкают линию. Опять они очень рискуют. И Jerex уже ищет. Но... Не увидел он maybe next time. Так же подходит S4. Увидели, увидели его. Он приехал. И забирают. Закупился. Да. При этом Bounty Hunter сидит, наверное, не слишком долго. 34 секунды. Конечно, при такой позиции у OG за это время можно сторону снести. Но OG играют очень осторожно. Так что я думаю, они вряд ли успеют слишком много дел наворотить. Ну, если посмотреть на варды, OG прыгают... Аааааа. Прыгают. Залетает боже. И вроде бы неплохо, но тут S4 мгновенно реагирует. Залетает со Слизерин Крашем. Выдает так же еще и Spartan это Слизерин Краш. С4 пытается ускользнуть. Мадарда понимает, что пути назад просто нет. Нужно идти драться до последнего. Разворачивается, но не сложно. Не в состоянии добить Слардера. Как же досадно. Своевременная инициация от Бэтрайдера. И в итоге смогли поймать от Финнам на Варде. В это время начинают бить вышку и откидываться сложно, но нужно постараться. От Эхилиса на базе очень скоро пойдет на защиту своей вышки и появляется Баунти Хантер. Ну, здесь уже не стоит. Здесь уже не стоит как бы рисковать. Как бы лассо нету. Лассо уже потратили. Та же Фантомочка рано или поздно выйдет. И Анна. Анну начинает бить 4000 заходит. Стакается интеллект на ОД. Вот, кстати, мы говорили про то, что трек очень классно сочетается с Фантома Ассасин. С ОД еще лучше сочетается. Вот именно. Потому что время отката на пике там не совсем большое. И мы видели, как Деваурер просто приходит. Один раз расстолкнулся. Выдал там 4 удара. Второй раз расстолкнулся. И все. Да. Ну, работает. Пока от Фином защита работает. Вот я хотел бы уделить вардам ОДЖИ. Если посмотреть, то стоит вард сверху. И они видят, как выходят от Фином пушить линию сверху. И при этом они опять же контролируют все, что происходит на центре. Сейчас от Фином реально, как бы они не старались, но по идее без центрей или тоже без какого-то гема нереально выйти незамеченными с базы. Просто нереально. Да, конечно. Все подходы, все выходы. Заваржены. Все, все видно. ОДЖИ пока что действуют почти безукоризненно, я бы хотел сказать. По крайней мере, в макро они ошибок на данном этапе не допускают. Возможно, немножко медленно действуют. Это уже отдельная тема для разговора. Но я думаю, в этом их пока обвинять нельзя, потому что парни просто хотят наиболее безопасно отыграть. Ну вот я бы немножко рассказал про ОДЖИ. То, что вот, например, Флай, это уже довольно-таки опытный игрок, который в свое время выступал за Фнатиков, за Тим Сикрет, да и за другие команды. Он, например, перед матчем, когда начинает идти драфт, он, точнее, перед матчем, когда у них начинается игра, он, как правило, сидит целый час и просто пикает героев. То есть, помимо того, что он пикает героев, он, допустим, сидел в кабинке с Джерексом, и они общались на тему того, как лучше всего играть, как лучше перемещаться. Ну, как бы у нас любой, если что, может зайти и глазом посмотреть. И от него ждать ошибок макро, ну, сложновато. То есть, он обычно их не допускает. Особенно, если вот они такие простые. Так, смотри, летит Курьер. Сейчас. Давай. Нет. И сразу же улетает. Ты понимаешь, это следующий уровень. Это Курьер специально летающий для того, чтобы подсветить Баунти Хантера и чтобы убить его сразу же. То есть, теперь не Баунти Хантер охотится на Курьеров. Теперь Курьер ищет Баунти Хантера. Курьер охотится на Баунти Хантера. Это следующий уровень уже игры в доту. Тут Этериал на дровке. Вот он следующий уровень игры. Это тоже неплохо. А это как раз Фантом Ассасин. Да, вот если тебя Блэкинг Бар не особо спасает, то с Этериалом ситуация немного другая. Ну и против того же ОД, если он, допустим, начинает тебя бить, опять же, через пику, то кидаешь на своего и тычки не проходят. Смотри-ка, что происходит. Падает вышка. Вышка упадет и от Финнам будет сложно защищаться. Так, ну вот оно было нападение на Утроу Рейнджер. И вот он, Ана, прыгает вместе с С4. Очень быстро сдувает Аутурл Деварора. Он сразу же делает выкуп. Мадара прыгает на Дазла. Кажется, ну вот посмотри, нет, просто-напросто здоровья у Фантомки есть еще два выкупа от игроков от Финнам. Но как тщетно выглядят все их попытки отбиваться. Падают один за другим. Большое количество байбеков и в очередной раз теряют Мадару. Ничего он не может сделать. ОДЖИ всей командой продолжает убивать базу. ОДЖИ пишут греки. И 2-0. ОДЖИ просто на две головы выше, чем от Финнам. Да, да. Пока что складывается впечатление, что это именно так. Не знаю, возможно, еще греки сможет пока...